Добро пожаловать! К нам сегодня присоединился политический консультант Эрик Акапян. Сегодня мы будем обсуждать, какая должна быть у Армении внешняя политика в отношении различных центров силы по всему миру. Итак, начнем с России. Я думаю, что многие армяне пересмотрели свое восприятие России после подписания соглашения о прекращении огня. Мы знаем, что сейчас в Карабахе много российских миротворцев. Как вы думаете, как новому министру иностранных дел и новому правительству Армении следует выстраивать отношения с Россией? Прежде всего, надо избавиться от иллюзий. Россия – это гегемон, с которым мы сейчас поженились. И нам необходимо посмотреть на эту ситуацию с практической точки зрения и проанализировать как положительные, так и отрицательные стороны этого. Но самое главное – это то, как мы разыграем свои карты. Внутренняя международная политика – это всегда набор карт, которые вы постоянно получаете. Иногда карты хорошие, а иногда плохие. Все дело в том, чтобы максимально использовать те карты, которые у вас есть на руках, а не те карты, которые вы бы хотели иметь. Очевидно, что это неравный брак, но в чем тут преимущество для Армении? Откровенно говоря, прежде всего, это безопасность, и в данном конкретном случае – безопасность людей в Арцахе. И во-вторых, мир сейчас является очень неспокойным местом, и очень неплохо быть в союзе с ядерной державой, которая может устанавливать границы, за которые другие страны переходить не будут, тем более, что сама Армения такие границы устанавливать не может. Я думаю, нам нужно задуматься над тем, как мы можем воспользоваться этой ситуацией, потому что очевидно, что другая сторона попытается воспользоваться нами. Нам нужно извлечь максимальную пользу из этой ситуации. Я думаю, что многие упустили из виду другую сторону этого вопроса, а именно, что Россия получает от этого брака. Социолог Георгий Дерлугьян написал очень интересную статью о преимуществах, которые Армения предоставляет современной России. Во-первых, другие политические режимы, которые Россия пыталась поддерживать, такие как диктатура Лукашенко или тоталитарные режимы Центральной Азии, они все заканчивались катастрофой. В отличие от этих всех стран, Армения не находится под какими-либо санкциями со стороны Запада и на самом деле имеет хорошее отношение с Западом, а также имеет правительство реформаторов, которое, несмотря на ужасающие потери в войне, похоже, останется у власти, в основном из-за несостоятельности оппозиции, но это уже другой вопрос. Армения могла бы сыграть такую же роль, какую Гонконг играет для коммунистического Китая, который предоставил Китаю доступ в мир, от которого Китай был отрезан из-за санкций. Я считаю, что нам нужно взглянуть на все эти вещи с практической стороны дела. Это не идеальная ситуация, потому что очевидно, что Гегемон будет делать то, что хорошо для Гегемона. Но это также вопрос того, насколько мы можем стать полезными для Гегемона. Например, поражение Армении в войне, по большому счету, было поражением российской военной системы. Поэтому, по мере того, как мы будем восстанавливать нашу военную систему, нам в первую очередь нужно будет исправлять именно те области, в которых также слаба и российская военная система. Например, технологии дронов, технологии борьбы с дронами и область войны будущего, робототехника. В процессе восстановления наших военных систем мы можем сотрудничать и помогать России в вопросе их обновления и модернизации. С одной стороны, мы должны извлечь максимальную пользу из сложившейся ситуации, а с другой, мы не должны недооценивать значение этой безопасности, которую получаем от дружбы с Россией. В мире, который в настоящее время претерпевает большие изменения, наличие гарантии безопасности от одной из основных мировых держав на самом деле может быть очень выгодным для нас в долгосрочной перспективе. Я никоим образом не пытаюсь обелить те проблемы, которые у нас могут возникнуть, потому что гегемон может легко начать действовать против наших интересов. Но на данном этапе мы очень четко находимся на одной стороне с Россией, и когда я говорю слово «Россия», я, конечно же, имею в виду Владимира Путина. У России есть прямая заинтересованность в попытках ограничить влияние Турции в этом регионе. Если вы посмотрите на то, как действовала Россия по сравнению, например, с Эрдоганом, то вы увидите, что Эрдоган – это тактик, а Путин – стратег. Эрдоган сделал всю работу, а Путин взял и воспользовался всеми плодами этой работы. И Россия кровно заинтересована в минимализации турецкого влияния в нашем регионе, и именно поэтому в этом вопросе мы находимся на одной стороне с Россией. А как насчет Америки и Европы? Очевидно, что эти два места по-прежнему являются основными источниками силы в мире. Я думаю, что с учетом восстановления американского истеблишмента, связанного с победой Джо Байдена, Америка будет гораздо более заинтересована в нашем регионе, но только в краткосрочной перспективе. Очевидно, что эта часть мира не является областью их основных интересов. Но я думаю, что у нас будет более заинтересованная Америка. Я думаю, что это будет полезно. Но отчасти это действительно зависит от того, насколько хорошо армянская община будет действовать и добиваться от США благоприятных результатов. В долгосрочной перспективе, мне кажется, что заинтересованность Америки этой частью мира будет все меньше и меньше, потому что я думаю, что Америка будет поглощена своими внутренними раздорами. Я думаю, что избрание Джо Байдена – это аномалия, и те расколы, которые разрывают США на части, усилятся и вытеснят США из тех регионов, которые не являются местами их основных интересов. Однако, в краткосрочной перспективе США могут быть для нас полезны. Европа же является для нас ключевым центром силы, потому что здесь у них гораздо больше интересов и участия. Нам нужно выяснить, как мы вписываемся в Европу. Если вы посмотрите на Европу, то увидите, что на самом деле существует четыре Европы. Первая – есть Германия и Франция, которые являются основными державами. Затем идет вторичная Европа, а именно Испания, Италия и остальные исходные страны ЕС. Затем идет третий уровень Европы – это страны Восточной Европы, которые, с одной стороны, являются рынками сбыта западноевропейских товаров, а с другой – предоставляют дешевую рабочую силу промышленным державам Германии и Франции. И затем есть Европа четвертого уровня, то есть мы, Грузия, Молдова и т.д. И роль этих стран – экспортировать малину в Германию и менять подгузники в первой и второй Европе. Поэтому мы должны спросить себя, кем мы хотим быть – Европой четвертого класса или первоклассной Армении? И, возможно, это вопрос, который нам действительно нужно решить. И вот здесь Европа и США расходятся. А как насчет арабского мира? Президент Армен Саркисян побывал в Иордании и в Эмиратах. Есть ли в арабском мире возможности для Армении? Безусловно, у Армении есть множество неиспользованных возможностей. Однако, в первую очередь, мы должны очень четко понимать, что такое арабский мир, потому что их мир простирается от нас до Марокко. Это не наш уровень интересов. Для нас важен арабский мир, в который входят страны Персидского залива, Ирак, Сирия и Ливан, То есть самые близкие к нам страны. И, в частности, основные державы в Персидском заливе, Которыми являются Саудовская Аравия и Эмираты. И Катар, хотя Катар поддерживает тесные отношения с Турцией. И так, когда вы имеете дело с арабским миром, Есть две вещи. Есть бизнес, есть политика. Я думаю, что в бизнесе для нас было бы очень глупо не смотреть на юг, Потому что это люди, с которыми у нас много культурного родства. И во многих отношениях нам гораздо легче войти в этот мир, Чем войти в западный мир. Несмотря на то, что у нас уже есть значительный объем торговли и инвестиций С такими странами, как Эмираты, Это все равно ничтожно мало по сравнению с тем, что может и должно быть. Поэтому я думаю, что это должно быть центральной частью нашего внешнеполитического подхода. Активная торговля с этим миром. С другой стороны, у нас есть еще и вопрос политики. И как я уже сказал ранее, двумя основными державами в Персидском заливе Являются Саудовская Аравия и Эмираты. И эти страны очень сильно настроены против Турции. Но мы этим почему-то еще не воспользовались. Конечно же, здесь есть свои тонкости. Потому что очевидно, что эти страны также являются противниками Ирана, О котором я еще поговорю. Однако, если вы достаточно умны и достаточно осторожны, Вы сможете дружить с первыми, не рассердив вторых, Если все сделаете правильно. Так что я думаю, что в отношениях с арабским миром есть политика и есть бизнес. И мы полностью отстали в этом регионе, Потому что не уделяли этому региону достаточного внимания. А вместо этого сосредоточились на регионах, которые оказались неплодотворными для нас. А как насчет Ирана? Я знаю, что это одно из самых сложных направлений внешней политики. Я думаю, что людям кажется, что к югу от нас находится страна под названием Иран. На самом деле, это не так. К югу от нас находится шиитский пояс, и мы должны понимать это различие. Шиитский пояс начинается в провинции Герат, которая находится в западной части Афганистана, И заканчивается в Ливане и Израиле. Для нас шиитский пояс представляет из себя много возможностей по самым различным причинам. В каком-то смысле шииты – это армяне ислама. Это те, кого всегда обижают и угнетают. Кого постоянно убивают и уничтожают за их взгляды, И делают это, как правило, турецкие или протурецкие сунниты, Которые всегда были главными противниками шиитов на протяжении сотен лет. После геноцида армян турки перешли к убийству курдов в 1920-х годах, А затем перешли к убийству шиитов в 1930-х годах. Поэтому нам нужно понимать, что у нас много общего с этим миром, И нам нужно с ним сотрудничать. И меня поражает то, что, скорее всего, Нет ни одного армянского политического деятеля, Который был бы лично знаком, например, с Алисистаней, Человеком, который является лидером шиитского мира И является самым высокопоставленным священнослужителем в Наджафе. Почему у нас нет людей, которые его знают? Вряд ли на Западе будут расстраиваться из-за наших отношений с отдельными людьми. Почему у нас нет этих отношений? Если вы хотите подарить Алиеву бессонные ночи, Тогда вам нужно, чтобы армянские политики были вхожи в офисы шиитских священнослужителей в Тибризе. Почему мы этого не делаем? У нас есть глупое опьянение с Западом, У которого при этом есть негативное предвзятое отношение к людям, живущим в шиитском поясе. Я хотел бы напомнить людям, потому что многие люди этого не знают. На сегодняшний день единственные люди, которые осудили нарушение прав человека в отношении армянских солдат, Все эти обезглавливания и жестокости, которые мы видели. Единственные, кто это осудил, это был официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана. Это был не Запад. Это были не правозащитные организации, сидящие в своих уютных офисах. Это было Министерство иностранных дел Ирана. Кроме того, насколько мне известно, единственной страной, сбившей азербайджанские беспилотники, помимо нас, был Иран. И это в то время, когда азербайджанские беспилотники, которые убивали наших детей, Делались из западных деталей, которые Запад разрешил продавать Азербайджану через Израиль и Турцию. Поэтому эти люди, которые на Западе сидели и смотрели, как убивают наших детей, Не имеют права говорить нам, с кем нам поддерживать отношения. Особенно если те, с кем мы хотим поддерживать отношения, это люди, которые не только не причинили нам вреда, Но, вероятно, помогли нам во многих отношениях. Хотя кое-что из этого мы никогда не узнаем. Так что я думаю, что нам нужно гораздо больше инвестировать в этот мир, как в политическом плане, так и в торговле. Наша торговля с Евросоюзом в 10 раз больше, чем с Ираном. Для этого нет никаких оснований. Несмотря на то, что у Ирана закрытая экономика, и у нее есть тысяча проблем, Ничто не говорит нам, что мы не должны улучшать наши отношения с Ираном. Особенно с учетом того факта, что люди, которые сказали нам не делать этого, Это именно те люди, которые ничего для нас не сделали. И вкратце, не могли бы вы поделиться своими мыслями о Китае и Индии? И, наконец, я хочу спросить, как мы можем использовать нашу культуру, чтобы помочь нам ориентироваться в этом мире? Будущее за Китаем и Индией. Вы либо там сейчас, либо вас нет. Исторически сложилось так, что на протяжении тысячелетий Китай и Индия были великими державами нашего мира. Доминирование Запада в нашем мире на самом деле является аномалией, Которой всего 300 или 400 лет. Наши дети должны звучать китайский, индийский, арабский и персидский языки гораздо больше, чем немецкий или французский, Потому что именно там находятся мировые рынки. Если бы я был армянский винодел, я бы не стремился продавать свое вино в США или Великобритании. Я бы стремился продавать его на Алибабе, китайцам, потому что там рынок миллиард человек. Когда дело касается работы, бизнеса и развития, нам нужно смотреть на восток. Многие люди этого не замечают, но прямо сейчас китайцы строят в Ереване инженерный город за миллиард долларов. Поэтому я думаю, что нам нужно смотреть в этом направлении. И это, откровенно говоря, больше касается бизнеса и развития, чем политики. Потому что они слишком далеки от нас, чтобы действительно иметь в нашем регионе жизненно важные интересы. Однако, когда Китай станет мировой державой, он будет иметь свои интересы везде. И особенно, если наша ось развития будет идти с севера на юг, а не с востока на запад. То есть через Армению будут идти китайские товары. Так что я думаю, что нам нужно развивать эти отношения. Культура фантастически важна. Как народ, мы добились успеха и пережили множество невзгод, потому что у нас есть культурная гибкость. Вы можете высадить нас в Швеции, вы можете высадить нас в Китае, вы можете высадить нас в Индии. Мы не потеряемся там, потому что наша культура достаточно искусна, чтобы понять нюансы других культур. Это еще верно и потому, что наша культура маленькая, и мы всегда должны выяснять нюансы более сильных и важных культур. И одна из причин того, почему армянам исторически удавалось открывать такие уникальные торговые пути, как путь из Ирана в Индонезию, заключается в том, что мы понимали другие культуры. И по правде говоря, учитывая тот факт, что будущее за Востоком, наша культурная близость с людьми из Индии, Китая или стран Персидского залива намного больше, чем наша культурная близость с датчанами или финнами. Я бы даже сказал, что у среднестатистической армянской семьи из Армении гораздо больше общего с религиозными мусульманами из определенных мест, чем с Запада. Это не значит, что мы не хотим чего-то с Запада, но мы просто должны понимать, кто нам ближе культурно и что это значит для нас. И я думаю, что культура проявляется и во всем остальном. Во власти, в бизнесе. И мы всегда неправильно понимаем или недооцениваем важность этого. Культура – это то, что откроет нам двери во всем мире. Поэтому нам нужно сконцентрироваться на нашей культурной гибкости. Эрик, как всегда спасибо. И спасибо, что присоединились к нам в CivilNet.